Здравствуйте! Сегодня я хочу провести одно из тех видео, которые я уже зарекалась снимать, а именно видео с распаковкой аромата. Как правило, я этим форматом не пользуюсь, потому что всегда какие-то возникают неожиданности, что не самым лучшим образом отражается на содержании видео, но уже очень мне не терпится скрыть мои духи, потому что это для меня очень большая радость получить этот аромат в мою коллекцию. Наверное, это самый нишевый на сегодняшний день парфюм, среди тех, которые у меня есть. Это, во-первых, первые духи, именно концентрации духи, которые я приобрела, потому что все остальные духи, о которых я рассказывала, были либо из коллекции моих друзей, либо из маминой коллекции. А это первые мои личные духи. Это бренд Филиппо Сорчинель. Творческая личность, фотограф и парфюмер-самоучка, который в некоторый период своей жизни интересовался, интересует сейчас парфюмерию и сам создаёт ароматы. Его парфюмерия является действительно нишевой в прямом смысле этого слова, потому что отвечает основным критериям. Во-первых, её трудно достать. Мне пришлось продолжительное время ждать, пока моя заявка в интернет-магазине будет удовлетворена, пока появится этот аромат в наличии. Я тут же его заказала сразу же, как только он был получен на базу, чтобы он не разошёлся, потому что его получают в очень малом количестве. И купить его можно либо в специализированных магазинах, за границей, это итальянский бренд, либо в нишевых уголках, в крупных супермаркетах, в крупных столицах. Тоже не в каждой столице можно приобрести аромат Филиппа Сорчинели. Они труднодоступны, они создаются непрофессиональным парфюмером, у них нет никакой широкой рекламной кампании с участием звёзд или знаменитостей. И, собственно говоря, узнать об этом бренде можно только, мне кажется, либо случайно на него где-то наткнувшись, либо вот, если проводить целенаправленный поиск на парфюмерных сайтах, по нотам или по направлению для сущей парфюмерии. Ну и опять же, стандартное оформление. Единственное, что полноформатные флаконы, они хотя сами флаконы однотипны, но украшения у них очень различаются. То есть крышечки там выполняются в самом разнообразном дизайне. В частности, данный аромат идёт с крышечкой в форме развивающейся сутана. Дело в том, что сам Филипп Сорчинели, он является католиком, человеком, который открыто об этом заявляет и который продвигает интересы своей церкви. То есть это его жизненная позиция. И ароматы он тоже создаёт с оглядкой на историю церкви. И, в частности, вот эти духи. Конечно, попытаюсь по-итальянски произнести, хотя я этот язык не знаю. Это аромат в переводе означает «нет рук, который будут ласкать моё лицо». И это, с одной стороны, часть стихотворения католического священника, отца Давида Марио Турольду. И эта также строчка дала название серии фотографий, знаменитой серии фотографий. Марио Джекайнили – это человек, который заинтересовался тем, что же двигает молодыми людьми, мужчинами, что их направляет на путь того, чтобы стать католическими священниками и отказаться от радости жизни, поскольку католические священники, они дают обед безбрачия, у них целибат. И он получил разрешение на фотосессию в духовной семинаре католической. И вот провёл там эту фотосъёмку, после которой в результате он показал священников в обычной их обстановке, играющихся друг с другом, расслабляющихся. И в итоге он получил полный запрет на съёмку духовной семинарии. Простите, одну минутку. Прошу прощения, мой кот Шалемар пришёл с мороза, я не могла его там держать. Так вот, эти духи являются частью коллекции «Унум». Иногда пишут, что «Унум» — это сам бренд Филиппо Сорченелли. Возможно, так было изначально, но сейчас бренд называется по имени автора Филиппа Сорченелли. А «Унум» — это коллекция, в которую входит несколько ароматов. И вот нет рук, которые будут ласкать моё лицо. Это как раз один из тех самых ароматов коллекции «Унум». Снимем слюду, посмотрим, что же нас там ожидает. Я не знаю, в слюде идут изначально духи, либо в магазины упаковывают слюду, чтобы при транспортировке не было проблем. Продукт этот дорогой, поэтому полной информации себе позволить не могу. А вот духи смогла. Здесь у нас на слюде ещё информация. Во-первых, о том, что это духи, 10 мл объём, артикуль, примечание. Распыляйте парфюм, значит, он в спреи, это уже хорошо. С расстояния 20-25 см на чистую сухую кожу затылка шеи, локтевого сгиба, запястья. Не наносите парфюм на одежду, не используйте при нахождении на солнце. Для наружного применения, беречь от детей, состав на упаковке, производитель, артер-дуо, итальянский адрес идёт. Ну, экспортеры и гонят до сентября 2024 года. То есть у меня они свеженькие. Сразу слышен запах, напоминающий запахи фужеров, зелень, древесина и бальзам, бальзамические смолы. Ну да, я бы сказала, что фужерный запах. Впрочем, оба тонкость здесь действительно есть в составе, и древесины тоже хватает, есть и зелёная нота. Поэтому, в принципе, к фужерам эта композиция имеет некоторое отношение. Ну, хотя и с натяжкой. На ощупь коробочка как бархатистая, хотя это картон, но такое покрытие у него андроцитово-чёрный, как будто бархатистый, и серебристыми буквами написано. Очень строго, так по-католически. Название бренда и парфюмера же имя Филиппо Сорченель. Название самой композиции такое, длинное. На боковой поверхности я подозреваю, что это автографа самого Филиппа Сорченеля. Было бы логично предположить. Внизу у нас стрих-коды, значки. Название композиции. Духи. Ктанда парфюм. 10 мл объём. Состав идёт. Произведено в Италии. Опять же, это компания Альтердуа. И сайт Филиппа Сорченеля, телефоны, адреса и так далее. Ага, это чехол, я так понимаю, у нас, а не просто коробочка. И вот название коллекции. Унум. Да, похоже на то, что это чехол. Очень плотно сидит этот чехол у нас. Фиксатор вижу. Так, внутри ничего. Картон плотный, несмотря на то, что тонкий. И вот они, духи. Видно, какого они цвета. Ну, это как бы ящичек вставленный. Ещё один ящичек картонный с фиксатором. Вытащить очень сложно. Очень-очень плотно сидит. И запах смол и зелени. Всё более и более фужерный, я бы сказала. Куба, наверное, стеклянная, предположим. Толстая, грубоватая трубка от пульверизатора. Чёрная этикетка. Чёрная этикетка. Очень простая, по нишевому оформленная. Ну, как полагается в нише. Чёрная этикетка. Такая же антрацитовая, но гладенькая. Опять же, название брендом. Звание аромата. Внизу концентрации духи. Объём 10 мл. Серебристая крышка. Внутри белый пластик. Серебристый спрейс с белым соплом. Лучше так. Такое мрачное оформление. Многих наводит на мрачные же мысли пользователей. Насколько я уже могла понять. Но пахнет... Что у нас в пирамиде, в общем-то? Пятигрейн, бергамот, гальбанум и мира заявлены. И я бы сказала, что вот пятигрейн и бергамотовые нотки ощутимы. Ну, мира возможно. В сердце аромата белый кедр, корица, герань, мускатный шалфей, стиракс, ланг-ланг. И в базе латан, бензоин, бобы тонкая, табак, амбра и сандалы. Ну вот. Сладковатые терпкие смолы. И зелёные цитрусовые нотки тоже терпковатые. Я ощущаю. Ага, вот посмотрим духи, как у нас. Сколько это видно. Не знаю, не знаю, хоть это будет видно. Я вижу очень много мелких пузырьков. С очень продолжительным временем в жизни. Ну, я ещё отдельное видео сниму про то, как же повёл он себе этот аромат на мне. Как он раскрывался, сколько он жил. И там я ещё повторю этот тест. Для тех, кто пропустил первую часть распаковкой. Распаков всегда немного несу разную. Распыление. Не знаю. У меня здесь уже один аромат есть. Хотелось бы как-то приноразиться так, чтобы попасть не на то же место, где у меня другая композиция. Ну, первые будут всё равно холостые. Сейчас я сделаю холостые, наверное. Первый холостой. Второй холостой. Оп, третий. Ну, первое распыление, конечно, всегда такое небольшое. Потом повторю, посмотрю, какое будет распыление. Уже у разработанного пульверизатора. А сейчас я слышу просто жёсткий запах. Как я люблю, в общем-то. Смолы, ну, почему-то без той зелени, которую я ощущала на старте. Даже затрудняет сказать запах чего. Ну, каких-то, может быть, средств с дёгтем. Дерматин, гудрон, что-то, какие-то такие ассоциации. Дерматин. Ну, дерматин, может быть, нет. Уже не знаю, что ему, может, астеракс это даёт такое ощущение. В общем, это очень грубый, грубый старт у этой композиции. Грубый, резкий. Его даже мужским не назовёшь, потому что он звучит как технический запах какой-то. Очень интересный, безусловно, это нишевая композиция. Такое не продают для всего общего пользования, потому что мало кто таким пользоваться сможет, мало кто такой выдержит. Я уже сочувствую моим коллегам. Очень интересный аромат. Начинает появляться немножечко сладости. Ну, по-моему, на этом этапе композиция задержится. И будет какое-то время раскрываться. Поэтому поношу-ка я её завтра и сниму видео о том, что же я услышала в шлейфе с волос. Как появилась композиция на коже. Сколько она продержалась. Ну, и немножечко подробнее расскажу о фотосессии и о предыстории создания этого аромата. Спасибо за внимание.